Пешком пройти еще можно, а вот для машин въезд запрещен. На дачах судостроители из-за большой воды перекрыли проезд. Третий день у нас закрыта дамба из-за того, что выступила на дорогу вода. Стало опасно для проезда машин, потому что у нас в день проходит примерно около ста. Пока огороды ни у кого не затоплены. Подвалы в низких местах, пока в двух домах вышло, а остальное пока нет. Тем временем в администрации города настроены не так позитивно. В настоящий момент специалисты управления ПОЧС разрабатывают план по предупреждению и ликвидации последствий в случае подтоплений. Проверяют и приводят в готовность силы и средства Улан-Уденской поисково-спасательной службы. Мэр города Игорь Шутенков поручил ввести в Улан-Уден режим повышенной готовности в связи с паводками. Чтобы в судостроитель не затопило частный сектор, привлекли спецтехнику. Нами были приняты меры по отсыпке низменного участка дороги, который ведет в сон судостроитель. Хотелось бы отметить о том, что данную дорогу затапливают ежегодно, когда уровень воды по реке Селинга поднимается выше 150 сантиметров. Для того, чтобы это не повторялось, было принято решение по отсыпке крупным гравием. Также совместно с сотрудниками советской администрации мы вчера встречались со всеми председателями ДНТ и СНТ о информировании о складывающей обстановке, чтобы председатели ДНТ и СНТ через свои мессенджеры, чаты внутри ДНТ и СНТ доводили информацию о складывающей обстановке. Также готовят запасы щебня и песчано-гравийной смеси для подсыпки подтопляемых территорий. В свою очередь, по информации гидрологов, на этой неделе будет не так много воды. С конца июля по сегодняшний день у нас на реках, таких как Селинга и Чикой, наблюдается устойчивое повышение уровня воды до 30 сантиметров в сутки. На данный момент у нас интенсивность подъема снижена. В дальнейшем у нас на реке Селинга в городе будет уровень повышаться с меньшей интенсивностью. Уровень выхода на поле на реке Селинга в районе города Улан-Де составляет 230 сантиметров. У нас сегодня уровень, как я сказала, 167 сантиметров. В запасе еще есть? В запасе у нас есть. Для сравнения, у нас в прошлом году самый максимальный уровень наблюдался 5 августа, и он составил 207 сантиметров. 16 и 17 августа синоптики обещают дожди на территории республики. Южный циклон захватит Улан-Удэ и Монголию. В связи с этим может повыситься уровень воды в верхнем течении реки Селинга. Напомню, критическая отметка для водоема 400 сантиметров. Юлия Пермякова, Константин Гармаев, Новости дня.